Ториам, подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы снимаем небольшой вложек. Вложек ни головы, ни ножек, вложек в лесу, потому что тут очень здорово, как бы, да, везде деревья. Как бы не пошутить ненароком плохо. Вот. О чём будет вложек? О чём будет вложек? Не знаю. Ади мне дуб. Я не хочу рассказывать о дубах. Дуб в сосновом лесу. Не, ну тут я просто выберу. Можно ещё один фото. Так и назову. Дуб в сосновом лесу. Не, ну если на то что-то есть. Ладно, тебе рассказать какие-нибудь офигительные истории о том, какое у меня было детство. Детство, жнецство. Жнецство. Ну, валяй. Короче, когда я была в детском саду, я начну издалека. Очень издалека. Ну, я не любила ходить в детский сад, потому что это лажа полная, там спать заставляли. В школе жалко не заставляют спать. Очень бы, кстати, пригодилось. Возьмите на заметку учителя. Не знаю, там, не учителя, департамент какой-нибудь обучения. Вот. Короче, чё было? Сорян. У меня была подруга Катя. Она в детском саду. Я ещё не любила детский сад, потому что у нас всё воровали. Каждый воровал как мог. Даже я стащила одну фишечку от домино, потому что на ней были нарисованы котики. Я вам её когда-нибудь покажу, если опять поеду в деревню. Вот. И у меня была подруга Катя, которая тоже не любила ходить в детский сад. И она, по-моему, у меня даже что-то спёрла потом, когда уходила. Вот. И это было не круто. Ну, о чём-то я. Я не о Кате. Я о себе. У меня в детском саду спёрли, короче, мою Барби, которую мне подарила моя крёстная бабушка. Крёстная фея. Вот. Причём спёрла с подачи... Спёрли с подачи учителя нашего. Назывался педагог, по-моему. У неё, короче, была дочка. А не воспитательница? Ну, воспитательница, какая разница? Вот. И эта дочка очень хотела куклу, как у меня. Причём у меня она уже была в вязаном. То есть вязаный свитер, вязаные штанишки. Красные. И красный свитер с белым. Вот, с белой полосочкой такой. Их мне связала мама для куколки специально. Вот. И у меня эту Барби спёрли. Классно. Я потом её видела. Но воспитательница такая нет. Типа, это наша. Такая нежная, типа. Нашла бы, убила бы. Даже сейчас. Но это так. Это, к слову, на самом деле я это не собираюсь осуществлять, потому что было и было. Было это давно. Но обидно. Обидно до сих пор. Вот. Потом к нам приходила в детском саду такая бабушка. Это птичка, птичка. Я не знаю, видите ли вы там птичку. Она такая маленькая, чёрно-белая была. Вот. А мы пойдём по дорожке. Я высоко руки держать не могу. Хотя так я, типа, выгляжу немножко постройнее. Видите, гуляю. Гуляю для того, чтобы похудеть. Вот. К нам приходила такая бабушка. И она торговала лизунами. Всякими конфетами, ещё чем-то. И я это всё хотела постоянно купить, но у нас никогда не было денег. Хотя пару раз мы всё-таки купили, потому что они стоили 20 рублей. И я, типа, накопила. Насобирала мелочи. Мелочи в фонтанах. Любила в фонтанах купаться. И сейчас люблю. Только запретили супе. Жалко. Жалко очень. Вот. Ну, в детском саду я тоже мало с кем общалась. Вообще почти ни с кем не общалась. А всё почему? Потому что я социофоб. Или социопат. Неважно. Короче, мне этот диагноз поставили. Врачи. Надо будет снять лог из больнички. У меня руки устали. Чё? Социофобат, диагноз? ЧТО? Я их у него расшёл. Я социофоб. А, это не я. Мне врач сказал, что я социофоб, потому что я не общаюсь с людьми. Вот. А, дура. Я, короче, уже умудрилась порвать свою кофту. Пока лазила в лесу. Рубашку. Кофту-рубашку. Классно. Главное, не светить этим. Вот. Я общалась там буквально с тремя-четырьмя людьми. Я помню, что точно одна из них... Продолжайте движение. Я продолжаю движение. Я точно помню, что одна из этих девочек, короче, была... Как-то сказать-то... По знаку зодиака. По гороскопу львом была. Вот. И я тоже чё-то думала какое-то время, что я лев. Прикиньте, была бы я львом, а не скорпионом. Я скорпион по гороскопу. Для тех, кто задаёт вопросы на АСКИ. Кто я? Такой. Что я такое? Я по гороскопу скорпион. Вот. Сейчас я немножко постою здесь. Потому что здесь красиво. Это микрорайон Красной Горки. Или Красная Горка. Какая разница вообще? Кроме тех, кто здесь живёт. И... Короче, паузу я вырезать буду, да. И в детском саду меня тоже не очень любили люди. По-моему, раньше было лучше. Верните то, что было раньше. Вот, в детском саду меня тоже не очень любили люди. Типа, я вся такая из себя замкнутая. Ну, в плане замкнутая. То есть, ну, я хотела общаться с людьми. Они со мной не хотели общаться, потому что, типа, я от них чем-то отличалась. И хрен знает чем. На самом деле, хрен знает чем. По-моему, я ничем не отличаюсь от остальных людей. Такая же мразь. Да ладно, шучу. Люди на самом деле не мрази. Просто... Ну, встречаются некоторые экземпляры такие. Мразишные. Мразиши. Вот. И, в общем, под одну гребенку всех не стоит крыть. Хотя, ну, на факторы мрази влияют. Факторы мрази, запомните, это новые... Как это называется? Новое определение. Факторы мрази. На факторы мрази влияет еще и настроение человека. Вот. Так что можете пользоваться. Я разрешаю. Я буду, наверное, некоторые... Иногда вертеть камеру, потому что я хочу вам что-нибудь показать интересное. Наверное, посмотрите, какие тут интересные деревья. Покажи, как понтовой такой видишь. Как понтова? Вот такая. Сейчас. Привет. Здравствуйте. И че это? Я снимаю, нахуй. Я снимаю? Хорошо. Снимай. У меня ручки устали. Лапочки. Вот. Потом че еще было. Я помню, что страшно не хотела идти в детский садик. И такая, короче... Бабушка, нет, не надо. А мы через дырку проходили в детском саду, потому что нам... Типа так было ближе, пока ее не запаяли. Какой я была мразью. Какой я была мразью? Не хотела идти в детский садик. Сейчас. Тут очень сложное место. Я вам покажу. Ну... Очень сложно. Может найти тропинку? Ха! Умный в гору не пойдет. Умный в гору обойдет. Гора обогнута. Вот. И я помню, как я плакала. То, что меня привели в детский сад. Я такая, нет, не хочу. Кстати, посмотрите, какие понтовые здесь грибочки. На пне. Гнилушки. Они, по идее, должны светиться в темноте, но я не знаю. Вот, по идее, вот такие вот светятся. Давай домой один возьмем. Давай. Как это взять? Покажи мне какой-нибудь домой взять. Как их взять домой? Ну, давай самый верхний. Это не ядовитого? Да нет. Его надо просто в пакетик положить какой-нибудь, наверное. В пакетик тайный. Маленький будет. Проще вот этот. Ну, возьми. У меня, кстати, рюкзак не расстегнуть. Чё, куда нас сунем? Ну, у меня вообще пакетик должен быть. Ну, на, плеч пакетик. Ну, суй. Там ничего съестного нет. Потому что я худею. Домой приду, буду жрать кулич. Вот. Я помню, как я плакала. Как я плакала. И Катя плакала тоже. Она была светленькая. У нее было два хвостика постоянно. Такие куцые хвостики по бокам. Вот. И она у меня одолжила носовой платок. И с тех пор, как она его одолжила, я им вообще не пользовалась. Потому что мне было противно. Я знаю, что Катя это не смотрит. Потому что Катя по боку. Хотя, если Катя смотрит, то Катя, блин, найди меня. Хотя, можно искать. И покажи дверь. Дверь. Это... Это... Дверь в потусторонний мир. Отойди, покажи панораму. Пускай видно, что прямо это дверь. Я сейчас в нее войду. Мы сейчас в нее войдем. Здесь две. Ух! Вошли. А вон там, кстати, сейчас я по-другому покажу. Видите? Выкорчеванные сосны. Так страшно, на самом деле. Я не знаю, меня пугает, когда я вижу выкорчеванные деревья. Ощущение, как будто прошел какой-то огромный монстр. И я такая... Не хочу. Просто не хочу. Не хочу его встретить. Вот. А это были не особо интересные истории. Так. На даче, что было на даче? На даче, когда я туда ездила. На даче деревня. Ты кто-нибудь спрашивал по даче? Да. Кто? Никто. А тут детский садик, какая-то тетя. Вот. Ну и что? Я хочу рассказать. На даче меня тоже не любили. И даже когда я была... Не, ну когда я была в детском саду, я просто бегала около дома, и мне было на все побоку. Вот. Иногда за дедушкой бегала в магазин. Меня звали Хвостиком. Потому что крутилась, как хвостик. Вот. Он мне покупал жвачку. Еще были такие жвачки. Типа... Эти... Как они называются-то? Эти шары, в которых покемоны? Покеболы, что ли? Или еще как-то? Нет, ну это фишки там были покемонские. Нет, у нас были... У нас были не фишки. У нас были ластики в виде покемона. В виде Пикачу. Постоянно в виде Пикачу. Просто он был разных цветов. Там синего, зеленого, желтого и все. Вот. И это было прикольно. Потом, когда я подросла и начала ходить в школу. И начала выходить за пределы своего дома. В село, например. Что ж тогда случилось-то, а? Короче, в 10 лет я решила пойти в сельский клуб. Потусоваться. Да. Вот. И, в общем, меня там побили. Просто за то, что не хотела танцевать. Но я хотела просто зайти и посмотреть, что там происходит. Попить лимонада, которая продавалась через дорогу. Который был в пивных бутылках. Если этикетку сорвать, то ощущение, что ты бухаешь пиво. И так понтово было. Такая, ааа, типа, блин. Давайте, типа, понтуемся. Давайте, типа, мы крутые. Типа, взрослые, на самом деле. На самом деле, нет. Тут кто-то трусы свои бросил, но я вам их показывать не буду. Это слишком странно. Даже для меня. Про трусы вырежу. Зачем? Мне интересно про трусы спешить. Ютуб заблокирует трусы. Ютуб не блочит трусы. На трусах все держится. Нихуя себе трусы. Как-то соски заправила в носки. Я так спасаюсь от тоски. Все просто. Это тоже, кстати, мой стих. Но это один из темных, когда делать вообще нефиг. Я сочиняю всякую ересь. Типа, какашка, совочки и прочего такого. Вот, еще тут есть офигенное поле. Я вам сейчас панораму его покажу. Я, наверное, монтировать не буду, наверное, этот влог. Смотрите его полностью. Там дорожка ввысь. Вот. Там дорожка идет ввысь. И я не знаю, что там. Надо будет когда-нибудь сходить. Но это вряд ли. Такие дела. На этом я, наверное, пока закончу. Если вам будет дальше интересно слушать про мою жизнь. Я, может быть, расскажу на стриме. За небольшой донатик. А, может быть, просто видео. Это как получится. Это насколько вам будет интересно. Потому что я знаю, что на стриме присутствуют люди, которым интересно. А вот вам будет интересно слушать это? Ну, возможно. Такие делишки. Такие дела. На этом я заканчиваю. Всем, кто посмотрел, спасибо за просмотр. Всем, кто не смотрел, ну и ладно. Напишите обязательно в комментариях, понравилось ли вам это видео. Ну, соответственно, с оценкой, да? Там лайк, дизлайк. Вот. И напишите, интересно бы вам было слушать о том, вообще, как проходила моя жизнь. Я для вас, пожалуй, вспомню вообще всё, что смогу вспомнить. Вот. Нет, то чего не было, я не вспомню. Потому что этого не было. Ну, в общем, да. В общем, на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока.